Девушки отдыхают Так, у нас была задача понять, что происходит на полных всходах картофеля, что за проблемы. То есть агроном обнаружил проблему, выкладывает фотографии и просит рекомендации какие-то понять, что произошло с картофелем. — Сразу после визуального просмотра фотографий было две версии в нашей группе. Это гербицидный ожог или вирусы. — Я покажу, чтобы тоже понимали, что это такое, как это выглядит. — Далее, чтобы разобраться, что первые какие-то версии отмести, соответственно, надо залезть в историю, в силу оборот. Ну, давайте так. Вирусы отмели, мы так посмотрели, чтобы была посадка и внесено качественные показатели картофеля, посадочного материала. Из-за этого мы сразу отмели, потому что нормальным посадочным материалом посадил, то есть первая репродукция, соответственно, там такого количества поражения 70% быть не может. Из-за этого мы уже ушли дальше искать ту гербицидную обработку, которая внесла вот те проблемы на сорте ВР. Знаем все, что ВР очень не переносит метрибузина ни в каких количествах, он во всех рекомендациях, то есть метрибузином нельзя работать. Из-за этого начали лазить в истории. В прошлом году был картофель, и там была обработка метрибузином с римсульфуроном. Вообще дозировка очень большая была внесена, кстати, и метрибузина тоже максимальная дозировка была внесена. Почему произошло, все это перенеслось на следующий год? Из-за того, что не было осенней вспашки, то есть не было опорота пласта. Ну и, соответственно, это без полива, соответственно, ДВ на сухих местах сохранилось. Да, тяжелые условия уборки, да, мы посмотрели, как была почва подготовлена, увидели, посмотрели, и, да, определили, что это все-таки фитотоксичность на культуре, и написали рекомендацию. Как? Я уже говорил, что когда мы пишем рекомендацию, указывая ответственного, мы видим, тот человек, которого мы указываем в роли ответственного, получает нашу рекомендацию. То есть это условно не просто там какой-то текст пустую, который можно посмотреть в отчете, а это максимально оперативная информация, которая доводится до того человека, который запрашивает данную информацию. Мы применили забионус, то есть, чтобы снять стресс от остатков гербицида, и, соответственно, подкормочка более универсальным продуктом, не только то, что азот дать, надо и все остальные элементы в этот момент дать. Вот. И порекомендовали все-таки соблюдать его оборот и проводить с Пашко. В принципе, все. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . . . . . Спасибо. . . . . . Спасибо. . Спасибо. . 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 1. Team Euhm. 0. 0 0. 0. Гербицид. 0. 0. 0. 0. 0. 0 0. Мы нашли, что работалось в мае, после посадки, на трех полях работалось, когда влажность почвы составляла 70% и были дожди, а на одном поле, это было уже позже, и в это время осадка, влажность почвы составляла 48-45%. Соответственно, методом удаления мы нашли то, что на поле номер 4... Мы определили, да, получается, то, что осадки были на трех полях, да, когда-то, и влажность почвы была оптимальная, а 10-го числа, получается, на поле номер 4 уже мы поняли, что недостаточно было влажности почвы, получается, и решили еще посмотреть спутниковые снимки. Путниковые снимки, да. И по индексу NDVI на это число, там, на самом лучшем снимке, мы поняли то, что, да, все три поля зеленые, а на четвертом поле уже следующая фаза, получается, индекс NDVI, и... Ну, вот уже ярко выражено то, что там растительность, ну, уже растительность преобладает. Значит, соответственно, и после этого решили выйти, ну, может быть, как бы правильно говорит Ильдар, то, что агроном был не совсем плохой предыдущий, да, он сделал фотографии на тот день, когда работали на этом поле. Зашли в историю фотографий и поняли, что вот даже на 15 мая с этого поля было бы две точки, с двух точек было бы фотографии, и мы могли посмотреть. Обратили внимание на плохо обработанную почву, это первое, что почва комковатая, ну, как бы, она не... Значит, потом, значит, злаковые сорняки присутствуют на ней. Ну, полный этот набор. И агроном даже потом посмотрели далее по точкам и увидели... Он определил сорняки, послён, горец, что он там видел, и, как бы, проблему он обозначил. Все проблемы обозначены, сорняки обозначены, нам... Нужно было дать рекомендации, вот, и мы, значит, так, как он работал с там ядрогарством, решили сработать боксером, в норме, там, 3 литра, и физилат форта после, как бы, позлаковым. Но сейчас я сижу и думаю, что, наверное, скорее всего, через два дня можно было бы провести, как антистресс, сработать препаратом, так как уже фаза картофеля, она великовата для работы, нужно было бы снять антистресс. Ну да, и у нас есть строчка «Ответственный», «Ответственный» — это у нас ответственный агроном. Ответственному пришло сообщение, что нужно провести обработку немедленно. Да, и после этого всё хозяйство у нас во вкладке «Агрорекомендации» видит все рекомендации, которые компания «Сингента» могла и удалённо писать, как менеджеры, так и технические эксперты, то есть все рекомендации даны, вся история прозрачная, и чисто всё видно. Андрей, спасибо. Коллеги, да, подытожим маленечко. Я думаю, вы посмотрели все три кейса, которые идут. На данный момент времени мы попытались вам объяснить простым языком, что на самом деле ничего сложного в системе нет. Нужно просто начинать работать. В системе есть очень много дополнительной информации, такие как погодные условия, влажность почвы, индекс NDVI, индекс вегетации, да, высокоточные снимки у нас там, видели, наверное, бук «П» обозначен на снимках, тогда, где снимков не хватает у нас в момент сезона. Очень важно, что могут быть подключены высокоточные снимки. Как подключить высокоточные снимки? Кому нужно обратиться? К менеджеру по продаже компании «Сингента». Правильно. Если есть какой-то вопрос, как подключить систему «Крупфайз» платформы, обращайтесь к менеджерам «Сингенты», решат любые вопросы. Вот, снимки «Планетлапса» — это уникальная возможность только нашей компании, только они у нас есть. Так что обращайтесь, есть определенные условия, выполняйте, подключаем вам снимки на ту или иную культуру. История поля. Очень важно то, что информацию можно хранить в одном источнике, в электронном источнике, и меняются ли агрономы, либо не меняются агрономы, история всегда находится в одном месте. Вы ее просто анализируете, опираясь на многие факторы. Агрооперации, которые вы ведете, тоже можно легко заносить в систему и смотреть тоже, когда было и что сделано, не держа информацию в голове. Также в мобильных устройствах вся информация присутствует, это все очень удобно. Так что надеемся, что кейсы были полезны. Вам отдельные аплодисменты. Все, кто нам помогали, три спикера. Маленькие подарки от нас. Маленькие подарки от нас.